Проблемы, для решения которых и собрались участники совещания, более чем актуальны. Отсутствие коррупции для имиджа региона – один из главных показателей обеспечения безопасности граждан. А вопросы строительства и реконструкции молочно-товарных ферм находятся под непосредственным контролем главы государства. Это вопросы плановые. Они являются результатом проведенных прокурорных проверок и анализа состояния работы как по противодействию коррупции, так и по строительству, переоснащению, модернизации ферм. Одной из задач координационного совета является противодействие и профилактика коррупции в обществе. По статистике, за первое полугодие 2014 года сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 54 коррупционных преступления. Для сравнения, за аналогичный период 2013 года их было 137. Приятно, что количественный показатель этого вида правонарушений уменьшается. Однако, и это было отмечено на заседании совета, существующей профилактической работы сегодня недостаточно. Прокурорами проводились тематические проверки исполнения антикоррупционного законодательства в конкретных сферах. В частности, основной акцент в разговоре сегодня мы будем ставить на результаты проверок в системе жилищно-коммунального хозяйства, а также в системе управления капитальным строительством. Практически в каждом регионе и в каждом районном УКСе выявлены целый спектр нарушений. Но достаточно сказать, что только по системе УКСов возбуждено в прошлом году два уголовных дела в отношении должностных лиц. Вторая тема координационного совещания – проблемы с реализацией государственной программы по строительству, реконструкции, модернизации и техническому переоснащению организации агропромышленного комплекса. Проведенные сотрудниками прокуратуры области проверки эффективности реализации данной инициативы выявили огромное количество нарушений. В соответствии с планами модернизации в 2013 году были введены в эксплуатацию 20 новых ферм. Из них лишь 8 в полном объеме. Кроме того, были обнаружены значительные нарушения в уже существующих комплексах. Четыре введенные молочно-товарные фермы в Жеменковском районе были приняты в эксплуатацию без наличия соответствующих положительных заключений органов государственного надзора. По двум молочно-товарным фермам до сих пор положительное заключение энергонадзора не получено, в связи с чем прокуратурой района инициирован вопрос об отмене решения райисполкома о приемке данных объектов строительства в эксплуатацию. В работе совещания приняли участие руководители прокуратуры области УВД, ряда структурных подразделений облсполкома, заместители председателей городских и районных исполнительных комитетов, прокуроры городов и районов. Подобные заседания помогают совместными усилиями решать насущные проблемы, возникающие в жизни региона. Продолжение следует...